Сегодняшняя тема нашего вебинара это Центр инклюзивного образования Глаголица. И как в анонсе в нашей группе я писала, что у нас будет небольшой такой сюрприз, не запланированный сильно заранее. Просто кто может лучше рассказать о проекте этого центра, о тех разработках, которые ведутся, как не сами разработчики. Поэтому у нас сегодня будут приглашенные гости. И сначала я вам немножко расскажу про центр, а потом предоставлю слово тем людям, которые непосредственно занимаются его развитием, формированием. И в дальнейшем у нас планируется целый цикл вебинаров, обучающих мероприятий, мастер-классов и много чего интересного. Но я думаю, об этом они уже сами расскажут. Но пока сохраним интригу. Я вам расскажу про общие представления. И, как всегда, по своей части, так как у меня в основном книжно-библиографические вещи, то немножко представлю вам тот контент, который у нас есть по теме инклюзивного образования. Гологолица – это один из новых проектов компании Директ Медиа. Это, ну как, не совсем новый. Работа ведется на протяжении многих лет, по-моему, около 20 лет. Но вот в том виде, в котором он сейчас сформировался, это оформился, это достаточно молодой проект. Это результат большого труда нескольких команд. Понятно, что одному человеку такое дело потянуть не по силам. И поэтому у нас работает целая команда специалистов. И привлеченных, и тех, кто занимается непосредственно проектом. И идея этого проекта возникла не сегодня. И понятно, что она не могла не появиться. Так как издательство Директ Медиа, помимо того, что издает литературу, есть еще электронная библиотечная система, университетская библиотека онлайн. И понятно, что встал вопрос, что можно сделать для того, чтобы люди с ограниченными возможностями по здоровью могли пользоваться теми информационными богатствами, которые есть в библиотеках, в том числе и в электронных библиотеках. И возможно ли это сделать, и что для этого можно сделать. Вот так появилась эта идея такого центра инклюзивного образования. Ну и, естественно, и второй вопрос, не менее важный, это методическое и информационное обеспечение учебного процесса как лиц с ОВЗ, так и работающих с ними преподавателей. И вопрос достаточно актуальный, так как я вижу по вебинарам наших других спикеров, о которых я сегодня тоже представляю, и о которых пару слов скажу, но многим из вас они уже достаточно хорошо знакомы. И если вы ходили на их вебинары, вы обратили внимание, что очень часто участники сами, те преподаватели, воспитатели, которые работают с лицами с ОВЗ, задают вопрос, а что можно почитать, а какая есть еще литература, а методическая, а учебная, а подскажите нам. Вот сегодня я вам покажу такой ресурс, который есть в ЭБС и в Центре инклюзивного образования «Глагулица», который рассчитан в первую очередь на лиц, работающих с людьми с ограничениями по здоровью. Где искать литературу? Вот один из ресурсов я вам сегодня тоже покажу. Но вообще ресурсная база – это вся электронная библиотечная система, вся деятельность команды Центра инклюзивного образования и та библиотека, которая есть и представлена на сайте самого Центра. Вот так выглядит главная страница проекта. Задача этого Центра инклюзивного образования – это как раз полноценное информационное обеспечение как лиц ОВЗ, так и тех, кто работает с ними. И очень кратко пройдемся по тому, что же есть, какие возможности и предложения есть в «Глаголице». Ну, во-первых, опыт работы около 20 лет – это не очень мало. Во-вторых, это повышение квалификации. Это еженедельные вебинары, которые проходят в нашем проекте «Директ Академия». В этом плане мы очень тесно сотрудничаем. И у нас есть ведущие специалисты по педагогике, инклюзивному образованию, коррекционной педагогике. Это либо наши постоянные спикеры, либо те спикеры, которых мы приглашаем для проведения наших вебинаров. Это наличие специализированных издательств. Это модель обучения «он-деманд», то есть обучения по запросу. Я думаю, коллеги сегодня про это тоже пару слов скажут. И, конечно же, технологии искусственного интеллекта, без которых мы сегодня просто никуда. И они действительно очень хорошо работают и помогают создавать вот те сервисы и ресурсы, которые позволяют людям с ограничением по слуху или по зрению пользоваться теми возможностями, которые существуют в цифровом формате, в электронных библиотечных системах, и пользоваться книгами, то есть не чувствовать себя где-то ущемленными, недополучившими информацию наравне с здоровыми детьми, здоровыми людьми, без этих проблем. То есть вот эта вот грань, она стирается. И вот это вот все благодаря вот этим новейшим технологиям, которые у нас появились. И остановлюсь на двух моментах, как и говорила. Немножко про повышение квалификации и про наши вебинары. И потом немножечко пройдемся по книжному контенту, посвященному инклюзивному образованию и технологиям работы. У нас в серии наших вебинаров Директ Академии мы проводим вебинары, связанные с проблемами инклюзии специальной педагогики и примерные темы, по которым у нас проходит выступление наших спикеров, вы можете увидеть на слайде. Ну и также примеры уже немножко с сайта Гологолицы взяты. Вот Баклановская Елена Александровна проводила очень интересные вебинары. Ну и на Александровна Журова про этого нашего замечательного спикера пару слов чуть позже скажу. И ряд других. Что у нас есть? Во-первых, широкий спектр тематик специалистов. Стараемся приглашать практиков или теоретиков, но высокого уровня, с богатым опытом. Но стараемся все-таки приглашать тех, кто имеет опыт практической работы. Для дошкольного, школьного, среднего и высшего образования темы у нас имеются. Ну и примерный список тем вы здесь видите. Ну и конечно же это бесплатное участие в вебинарах и возможность получать те материалы, которые спикеры дают на наших встречах непосредственно во время вебинара. Все, что они предоставляют для скачивания, можно забирать. И кто проводит наши встречи. Вот только несколько спикеров, которые так или иначе касаются темы инклюзивного образования, либо напрямую, непосредственно и серьезно ей занимаются. Во-первых, Ольга Николаевна Магонова. Ну, многих из них вы знаете и наверняка на их вебинарах присутствовали. Ольга Николаевна педагог, психолог, заведующая отделом по работе с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ. Поэтому на многих своих вебинарах она останавливается именно на этой теме, давая те или иные приемы работы, рассматривая различные аспекты. Она их рассматривает еще и с точки зрения работы с детьми с ОВЗ. Юлия. Очень интересные вебинары рекомендую к посещению. Юлия Федорова, доцент кафедры прикладной психологии и девиантологии БГПУ, детский практический психолог, тоже очень много интересного дает на своих встречах, именно с точки зрения практической психологии. Также затрагивает вопросы различных взаимоотношений и психологических особенностей работы с детьми с разными ограничениями по здоровью. Не только физические, но и ментальные, интеллектуальные. Замечательные вебинары есть. Можно посмотреть на нашем канале, найти записи. Ольга Генриховна Кондратьева. Замечательнейший просто специалист высочайшего уровня, высочайшего класса, врач-психиатр, клинический психолог, арт-терапевт. Очень интересные тематики. Ее тематики как раз посвящены рассмотрению очень серьезных проблем работы с детьми с УВЗ. Почему говорю посмотреть записи? К сожалению, некоторое время назад только Генриховна, к сожалению, нас покинула, поэтому остались ее записи. И коллеги, кто этой темой занимается или интересуется, найдите, пожалуйста, смотрите ее записи на нашем канале на YouTube. Все записи ее вебинаров остались. Это просто ценный кладезь полезнейшей информации. Во-первых, сама подача информации, во-вторых, те проблемы, о которых она рассказывает и разбирает, это прямо самое актуальное, самое важное, то, что просто не устаревает. Очень рекомендую ее вебинары, записи посмотреть. Мария Токмянина, психолог, автор, ведущий тренингов по детско-родительским отношениям. Тоже очень интересная серия, связанная с психологией, с отношениями и в учебных коллективах, и также рассматривает вопросы различных отклонений от поведенческих норм и способы их урегулирования. Айкуш Калачан, тоже вебинары замечательно построены. Очень много полезной, интересной информации дает и материалов. Консультант по вопросам воспитания детей и эксперт по современным методикам образования. Ко всем прочим, ее регалиям. Тоже очень рекомендую смотреть ее вебинары, выбирать очень много тоже то, что можно использовать при работе с детьми с УВЗ. И, конечно же, наш хедлайнер, наш постоянный уже спикер Инна Александровна Журова, учитель-логопед, нейропсихолог, олигофрена-педагог. Замечательнейшая серия вебинаров и, по-моему, у нас еще ее вебинары в июне предстоят. Да, 21 июня будет ее вебинар, в основном по дошкольному воспитанию, в детских образовательных учреждениях. Вот она в основном по этой теме. Будут у нас еще вебинары 20 июня у Марии Александровны Такмяниной. И сейчас посмотрю. Так, да, и пока вроде все из тех спикеров, кого я перечислила. Вот у нас остались Мария Александровна Такмянина 20 и 21, Инна Александровна Журова. Так что можно записаться, прийти и посмотреть уже вживую. Ну, а с остальными спикерами мы обязательно встретимся на следующих вебинарах уже в сентябре месяце. Так что следите за расписанием. Это вот основной, конечно же, это не единственные специалисты, которые занимаются этими вопросами и участвуют в наших встречах. Но вот основной пол таких самых ведущих специалистов я вам представила. Ну и напоминаю коллеге, что за участие в вебинарах можно приобретать сертификаты. Ну и также, если планируются курсы, обучающие курсы повышения квалификации, там также можно выбирать вариант участия с получением удостоверения установленного образца. Это к вопросу о повышении не только своего профессионального уровня в области знаний, умений или навыков, но и получения каких-то подтверждений, прохождения курсов, если это необходимо для представления в образовательной организации. Такая возможность тоже есть и на вебинарах в том числе. Ну и переходя к контентной части, на сайте самого проекта Глаголица Центра инклюзивного образования там представлена вот такая выборка книжного издания по проблемам инклюзивного образования. И самые интересные, самые новые издания, они представлены непосредственно на самом сайте. Здесь можно, кликнув по обложке, открыть книжную карточку, познакомиться более подробно с описанием этой книги, ну и в дальнейшем либо прочитать ее в электронной библиотечной системе университетская библиотека онлайн, если есть подписка, либо можно приобрести в интернет-магазине издательство Директ Медиа, но плюс в том, что можно заранее познакомиться с книгой, можно понять, нужна она нам или нам стоит посмотреть что-то другое. Ну, такая возможность знакомства с книгами уже есть. Помимо того, что литература представлена на самом сайте проекта Глаголица, большой спектр и выбор литературы по инклюзиву можно найти в электронной библиотечной системе университетская библиотека онлайн, где находится, это прям вот отдельный блок выделен под данную литературу. На главной странице университетская библиотека онлайн нужно выбрать в верхней панели меню серая панель, вот с самого верха она идет, раздел вкладку сервисы и спустившись ниже мы находим в списке профильные блоки. Вот здесь в разделе контент под раздел профильные блоки открываем этот раздел и находим слева в списке меню инклюзивное образование. Кликаем по названию и у нас открывается вся литература, которая есть в этом разделе. И здесь можно осуществлять поиск. Поиск можно осуществлять по фильтрам. Сейчас в разделе около 300 специализированных изданий, но за счет того, что электронная библиотечная система это все-таки динамичная вещь, какие-то издания приходят, другие уходят, поэтому где-то в районе 300 наименований сейчас пока наполнение колеблется. Но это уже достаточно для того, чтобы осуществить выбор. И выбор можно сделать с помощью справа наверху, вот эта строчка «Выбранные фильтры». Можно осуществить поиск и выборку из всего вот этого многообразия по фильтрам. Отобрать, например, только учебные издания или по годам издания, или по другим каким-то параметрам, которые там представлены. Можно отобрать ту литературу, которая нас интересует. и дальше уже осуществлять поиск в ней. В каталоге литература представлена вот таким образом. Визуальное изображение самой обложки, краткое описание и ссылка на книжную карточку. Если мы по ней нажмем, то можем увидеть полное описание этой книги. И если есть подписка, то вы сразу можете читать ее онлайн. Если подписка отсутствует, то можно, если эта книга есть в продаже в интернет-магазине и издательстве Директ Медиа, можно перейти с книжной карточки сразу в каталог издательства, на книжную карточку в самом магазине. И там предоставляется ознакомительный фрагмент для чтения, где-то, по-моему, 5 или 7 страниц. Ну, этого, в принципе, достаточно для того, чтобы понять, насколько это интересно. Ну и находясь на самой книжной карточке, можно посмотреть оглавление. Она тоже доступна, без подписки. Вы сможете увидеть вообще, что туда входит. По оглавлению или по содержанию тоже можно понять, насколько эта книга может быть нам необходима. Ну, вот такие варианты. Знакомство с литературой в нашей ЭБС есть. И буквально несколько примеров я вам приведу из вот этого собрания литературы для инклюзивного образования. Здесь собрала я их по несколько книг на слайде. Теория и первая книга слева направо. Когда вы скачаете презентацию, коллеги, вот на каждой обложке есть гиперссылки, и они будут доступны в формате PDF. Если вы скачаете презентацию, подведете эту домашку, то у вас откроется ссылка для перехода прямо на описание этой книги, вот на ту книжную карточку, с которой можно будет уже подробнее познакомиться. Первая книга. Теория и практика создания инклюзивной образовательной среды в учреждениях профессионального образования. Это учебно-методическое пособие. И здесь, чем оно интересно, здесь представлены не только методологические и теоретические основы инклюзивного образования, но и нормативно-правовые вопросы рассматриваются, и вопросы создания специальных условий для обучения и воспитания основных категорий лиц с особенностями психофизического развития, которые рассматриваются в фокусе системы профессионального образования. То есть создание вот этой образовательной среды, это, конечно же, очень важный вопрос. И вот есть у нас такая литература по этой теме. Конечно, это не единственная книга, но это одна из, наверное, интересных книг, в которой изложены основные принципы и универсального дизайна в образовании, и организации в инклюзивных группах дифференцированного обучения, и как организовывать воспитательную работу, и как осуществлять психологическое сопровождение инклюзивной группы в профессионально ориентированной среде. В основном эта книга, ну и, конечно же, вопросы профилактики выгорания и педагогов, и самих учащихся, они тоже здесь рассматриваются. То есть, видите, достаточно широкий спектр вопросов, которые мы можем здесь рассмотреть. В первую очередь адресуется, конечно же, педагогам учреждений профессионального образования и всем, кто интересуется или работает так или иначе с этой темой. Вторая книга. Индивидуальная образовательная программа в условиях инклюзии. Здесь разбираются различные психологические, педагогические характеристики обучающихся с различными нарушениями и способы, модели, как включить особых детей в среду нормально развивающихся сверстников в условиях организации инклюзивного образования. Здесь представлены индивидуально-образовательные маршруты для детей с ОВЗ и даются рекомендации педагогам и родителям. В первую очередь эта книга для педагогов, для дефектологов, для психологов. Может быть полезна учителям-логопедам, родителям. То есть здесь уже речь идет немножко о другой возрастной группе. И третья книга. Особенности организации образовательного процесса в группах совместного обучения лиц с интеллектуальной недостаточностью. Это в основном тоже методические рекомендации, где также содержатся сведения о нормативно-правовом обеспечении профессионально-технического образования лиц с интеллектуальной недостаточностью, об особенностях организации образовательного процесса. И описаны особенности обеспечения, в том числе и учебно-программного данного процесса для совместного обучения лиц с интеллектуальной недостаточностью и в группах объединенных, в условиях инклюзивного обучения. В первую очередь для работников учреждений профессионально-технического образования, оно также может быть полезно и для других педагогических работников, которые так или иначе имеют потребность в организации подобного рода обучения. Это мы только несколько книг рассмотрели и направленных на разные возрастные группы. Я вам просто показываю примеры, что может быть, и таких произведений достаточно много. Именно по организации образовательного процесса и организации создания условий для обучения лиц с ОВЗ. По сурдопедагогике очень много тоже литературы собрано в этом разделе инклюзивного образования. Ну вот часть книг я вам тоже здесь привожу, как примеры. Тоже можно будет перейти по ним и посмотреть уже более подробно. Первая книга – это Ричицкая и Гущина. Коррекционная работа по развитию познавательной сферы глухих учащихся задержка психического развития. Ну и немножко так, раз уж мы затронули эту тему, очень много в разделе инклюзивного образования встречается пособий по работе с детьми, с ЗПР, с РАС, не только с проблемами со слухом и зрением, с ментальными особенностями, с интеллектуальными особенностями, с физическими особенностями, там опорно-двигательного аппарата. То есть это все можно найти в разделе инклюзивного образования. Такой контент имеется. Вторая книга – «Формирование универсальных учебных действий у младших школьников с нарушением слуха». Это монография. И здесь также рассматриваются различные особенности развития у младших школьников с нарушением слуха. Универсальных учебных действий, такие как самооценка, самоконтроль, рефлексия, общеучебные, знакосимволические, логические. Вот это все можно найти в этой монографии. Конечно же, в первую очередь, она для специалистов в области специальной педагогики, для психологов, для студентов дефектологических факультетов, учителям и преподавателям, воспитателям. Она тоже будет полезна в этом плане, кто работает с такого рода детьми. И третья книга «Учебное сотрудничество в системе обучения детей с нарушением слуха» – это уже учебно-методическое пособие. Здесь рассматриваются развивающие возможности использования в учебной деятельности различных технологий обучения сотрудничеству. Это тоже важный аспект, который создает условия для формирования, опять же, универсальных действий, умения проектировать, прогнозировать, оценивать свою деятельность с учетом особенностей речи-мыслительной деятельности детей с нарушениями слуха. Ну, в первую очередь, конечно же, для дефектологов, для логопедов, для преподавателей и воспитателей, кто работает с такого рода детьми, если они у вас есть в группах. Это только маленькая часть. По сортопедагогике очень много литературы собрано. И, конечно же, есть литература и по сопровождению и обучению детей и более старших, подростков, студентов с нарушениями зрения. Вот только несколько книг. Первая, проглядывая, это «Формирование базиса для овладения шерифтом Брайля». Это учебно-методическое пособие. Здесь рассматриваются вопросы, как провести диагностику готовности детей с нарушениями зрения к овладению системой Брайля, какая есть специфика коррекционной работы. И предлагаются направления. Это коррекционная работа. И профилактическая для предупреждения, появления трудностей при изучении системы Брайля. И коррекционная. В основном оно направлено на младших школьников. Если возникли какие-то трудности при овладении этой системой, допускаются ошибки, как этого избежать. То есть такое учебно-методическое пособие будет полезно тем, кто с такими детьми работает, с нарушениями зрения, для того, чтобы избежать ошибок в обучении системе Брайля. Вторая книга Грищенко. Сенсорное развитие дошкольников с нарушением зрения в условиях специального и инклюзивного образования. Это тематические индивидуальные занятия и игры. Построена книга в формате методического пособия. И здесь очень много тематических занятий по развитию у детей с нарушением зрения тактильного, слухового, зрительного восприятия, восприятия запахов, вкусов. И рассчитана эта книга и занятия на детей старшего дошкольного возраста. То есть в первую очередь, конечно же, воспитателям это будет интересно. Но для младшей школы, для младшеклассников, я думаю, эта книга тоже подойдет. Есть очень много игры и упражнений для снятия зрительного напряжения, активизации зрительных функций. И третья книга о формировании коммуникативно-речевых способностей у детей с функциональными нарушениями зрения. Это учебное пособие, цель которого обеспечить подготовку специалистов-дефектологов, учителей, педагогов-психологов учителей, логопедов. Ну и хотя вроде бы целевое назначение это студенты, тем не менее, может быть полезно и специалистам, работающих в этих областях. Книга интересная. Материал изложен с учетом различных изменений в дидактике обучения, дефектологии. То есть можно к нему обращаться. Ну и три интересных книги, таких несколько необычных, может быть, связанных тоже с инклюзивным обучением, образованием, сопровождением лиц. Инклюзивный туризм. Автор Кононова. Технология и организация туристического продукта. Как организовать вот это направление, об этом учебном пособии содержится. Здесь есть базовые сведения по такому направлению в индустрии туризма. Оказывается, есть такое направление, называется инклюзивный туризм, когда в группы включаются включения, то есть инклюзия происходит различных категорий туристов, в том числе и с физическими ограничениями по здоровью. Как организовать, как провести вот такие досуговые мероприятия, как организовывать отдых. И здесь содержится много информации по обслуживанию организации досуговых каких-то мероприятий, как организовать отдых. И самое главное, по формированию и реализации туристического продукта для потребителей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с той степенью физических ограничений, которые имеются. Следующая книга. Индивидуальные игровые виды спорта и их разновидности для лиц с различными физическими возможностями. Автор Сокур. Это тоже интересное пособие, которое разработано в соответствии с рабочими учебными программами дисциплин, связанных с преподаванием физической культуры. И здесь рассматриваются различные виды индивидуальных игровых видов спорта, правила соревнований, которые можно использовать при работе с детьми с физическими ограничениями по здоровью. Рекреационный туризм и сервис для лиц с ограниченными возможностями здоровья продолжает тему, начатую в первом пособии про инклюзивный туризм. И они несколько дополняют друг друга. Ну, вот такие несколько интересных эпизодов из того многообразия контента, который содержится в этом разделе «Инклюзивное образование в университетской библиотеке онлайн». Конечно же, это не все, но вот несколько книг из этого раздела я вам сегодня постаралась показать. По каждой из них ссылки действуют, они гиперактивны, стоят на каждой обложке, поэтому, скачав презентацию, вы всегда можете перейти и посмотреть более подробно и про эти издания, и перейти уже к самому разделу. Презентацию у вас будет и там нарисовано, где можно найти этот раздел и познакомиться с ним уже более подробно. Очень много для младших школьников, очень много литературы для дошкольных учреждений с играми, занятиями, развитием. Конечно же, это не все. Есть и, как я уже говорила, для детей с ЗПР, с РАС, с проблемами, с дислексией и много-много чего еще. Так что, коллеги, призываю вас, заходите, посмотрите, выбирайте литературу и обязательно загляните в библиотеку на сайте Центра Глаголица. Там тоже представлена литература, из нее вы тоже сможете перейти, посмотреть уже сами книжные карточки и познакомиться более подробно с теми книгами, которые помогают нам организовать работу, организовать ту среду, в которой будет учащимся с УВЗ комфортно и помогут нам в нашей деятельности по развитию инклюзивного образования. Но не только книгами, богатый, естественно, богат проект и не только вебинарами. Есть много интересных разработок, которые присутствуют и поэтому у нас целый цикл вебинаров предстоит еще и различных мероприятий по этой теме. И для начала мне хотелось бы познакомить вас с двумя гостями нашей сегодняшней студии Михаилом Пожидаевым и Еленой Теплых. Это люди, которые непосредственно занимаются сейчас развитием проекта Глаголица. И я с удовольствием хотела бы сейчас передать слово замечательному человеку, который разработал потрясающий сервис, даже не знаю, как сказать, продукт, наверное, он меня поправит, и скажет, как это правильно называется, помогающий людям с проблемами по зрению пользоваться возможностями электронной библиотеки, работать с материалами, не просто слушать, а действительно работать с теми книгами, которые есть в университетской библиотеке онлайн. И я думаю, что вот о тех возможностях, которые предоставляются людям с проблемами по зрению, Михаил нас сегодня познакомит уже непосредственно. Итак, коллеги, встречаем Михаил Пожидаев. Михаил, подключайтесь к нам. Добрый день. Добрый день, Михаил. Здравствуйте. Здравствуйте. Все, с удовольствием передаю вам слово и надеюсь, вы нам про проект Глаголица и вот про то, что вы разработали. Расскажите нам, пожалуйста, что это такое и как оно помогает. Здравствуйте, дорогие друзья. Я занимаюсь разработкой программного обеспечения, Татьяна сказала совершенно верно. больше 20 лет я живую работу без зрения и многие те вещи, которые сейчас находятся в нашей работе, они пришли из попыток решения моих собственных задач, проблем и сейчас наша цель конечно попытаться имеющийся опыт поставить на какую-то промышленную основу, так, чтобы этим могло пользоваться как можно больше людей. Фактически, конечно, в нашей работе трудно выделить единый какой-то компонент, свой род такую серебряную пулю, которая позволяла бы конечно решать сразу все, поэтому мы к проблеме подходим с разных сторон и в целом я сейчас очень кратко пройдусь по основным тем компонентам, которые находятся в разработке. прежде всего, естественно, это технология искусственного интеллекта, это интеллектуальный алгоритм, который позволяет производить адаптацию литературы. адаптация литературы мы подразумеваем обработку некоторого материала, который предоставлен заказчикам, заказчикам может быть физическое лицо, образовательное учреждение, издательство и так далее. И на основе полученного материала мы проводим создание аудиокниги в формате DAISY. DAISY это международный формат, ориентированный преимущественно на людей без зрения, хотя, конечно, пользоваться им могут самые разнообразные категории людей, в том числе просто, может быть, и соображение удобства. Но для людей без зрения он особенно удобен, в частности, для решения задач образования, для обеспечения учебной литературы школьников, он подходит очень хорошо. Но его создание оно достаточно трудоемкое, на будущих наших встречах я постараюсь детально описать, как этот формат устроен, какие преимущества он дает, чем отличается от привычной аудиокниги. и для того, чтобы снизить затраты на его применение, ну, в частности, для того, чтобы снизить затраты на изготовление аудиокниги, мы применяем методы компьютерной лингвистики. Естественно, адаптация происходит с использованием современных синтезаторов речи, качество которых становится все лучше и лучше. Но дело в том, что диктор, когда читает книгу, как вы, наверное, знаете, он не читает текст таким, какой он есть. Он не читает по букве на то, что там написано. Существует задача преобразования письменной речи в устную, как мы ее называем. И для того, чтобы такую задачу решать, ну, в частности, требуется практически понимание текста. Компьютер, конечно, текст понимать не может. У нас есть современные наработки из серии интеллектуальных технологий, которые эту задачу позволяют упростить. В настоящий момент, честно скажу, мы не способны производить адаптацию книг в полностью автоматическом режиме, хотя, конечно, пытаемся приблизиться к этой возможности как можно ближе. работа происходит под контролем, руководством наших редакторов. И одно из главных преимуществ, которые хотелось бы отметить, одно из наших преимуществ нашего направления заключается в том, что мы умеем управлять процессом чтения. То есть, если вы попытаетесь произвести адаптацию некоторой литературы, то, конечно, вы столкнетесь, что очень много специфических терминов, можно романы фэнтези даже какие-нибудь пытаться обработать, необязательно даже учебную литературу. В романах таких фантастических очень много названий, то есть, очень много нестандартных ударений и прочее. В учебной литературе бывают нестандартные единицы измерения, их надо спрягать, за них требуется правильное определение падежа, числа рода и так далее. Все это, конечно, требует грамотной донастройки алгоритма, грамотной донастройки нашей говорящей машинки под требование того или иного издания. Как это все работает, какие методы, с какими трудностями приходится сталкиваться об этом все в наших будущих встречах. Хорошо, окей. Книга получена, что с ней делать дальше? Вместе с этим мы ведем разработку специальной интерактивной среды, которая позволяет с Дейзи книга работать, в частности она позволяет Дейзи книгу получить из некоторого источника, в частности из нашей ЭБС, про которую Татьяна говорила, университетская библиотека онлайн, и уже непосредственно дальше продолжить работу с этой книги. На настоящий момент промежуточная версия предварительная на нашем сайте опубликована, я обращаю внимание, версия 0, сколько-то, 0,6 по-моему, то есть работа все еще продолжается, это отладочные сборки, которые можно смотреть, комментировать, может быть, даже где-то наводить критику, за которой мы будем внимательно следить, и отличие этой интерактивной среды заключается в том, что она поддерживает работу с несколькими операционными системами, с операционными системами, в частности, она поддерживает не только Microsoft Windows, для которой обычно, конечно, существование специализированных продуктов не вызывает больших запруднений, она поддерживает операционные системы на базе Hydrolinux, включая отечественные, потому что правовой статус использования Microsoft Windows в России в настоящий момент крайне неясен, существуют очень противоречивые сведения относительно того, что работает Microsoft, официально в России не работает, публично говорится, что не работает, не публично, есть сведения, что с частными компаниями некоторые отношения она поддерживает, но в России в настоящий момент выбран курс на импорт и замещение, и наша интерактивная среда позволяет организовать учебный процесс для работы со специализированной литературой, с использованием российских отечественных операционных систем. более того, сборки этой среды мы также поддерживаем для маленьких одноплатных компьютеров Raspberry Pi. Сами компьютеры мы не разрабатываем, не распространяем, я обращаю внимание, то есть мы можем только помочь проконсультировать, где их можно приобрести, ну вообще приобретаются они достаточно просто на различных интернет-магазинах, в том числе на Алиэкспрессах можно легко покупить. Это маленькое устройство размером с мыльницу, не содержит бьющихся механических частей, стоимость комплекта от 10-15 тысяч рублей, в зависимости от того, где вы, с каким продавцом вам получится договориться. И на этом компьютере маленьком можно работать с книгами. Это прекрасное устройство для учебного процесса, может быть для решения каких-то библиотечных задач. Такой компьютер может включаться к интернету, с ним в принципе можно только с книгами работать. Я его в своей жизни использую, конечно, преимущественно для чтения книг, но он позволяет работать в социальной сети ВКонтакте, Телеграмм и так далее. Очень легко обслуживается, очень легко обслуживается, то есть, в частности, для работы с ним мне хочется думать, что мне потребуется даже какой-то специализированный технический опыт и мы очень бы хотели чтобы наше сообщество педагогическое и библиотечное как можно больше обращало внимание на возможность применения подобных устройств. Все программные компоненты, которые используются в работе, они все легальны, то есть у нас нет абсолютно ни одного байта нелегального кода и даже работа с этими компьютерами она в настоящий момент не попадает в какие-либо санкционные ограничения в настоящий момент достаточно важные условия и так далее. Опять же, как наша среда работает, как она разрабатывается, как построен процесс взаимодействия с ней, об этом всем опять же на наших будущих встречах. Вообще жизненный цикл адаптированной литературы. Во-первых, в настоящий момент у процесса адаптации литературы в России достаточно смутный правовой статус. Те люди, кто может быть таким вопросом занимали, знают. То есть в частности для адаптации книги мы в настоящий момент пока что просим заключать отдельный договор для того, чтобы нас в случае нарушения прав каких-то третьих лиц на нас не подали бы в суд. Если же такая книга адаптируется сугубо только для личных целей, то в принципе конечно это уже нас не сильно интересует какой статус у тех материалов, которые были предоставлены на адаптацию, но в частности мы также предоставляем возможность распространения адаптированной книги на основе исходных материалов заказчика опять же через нашу платформу, через электронную библиотечную систему университетской библиотеки заказчик может определить правовой статус своего издания, которое он передал, естественно в этом случае ему придется конечно полностью подтвердить легитимность тех материалов, которые он предоставил и если он позволит мы сможем распространять получившиеся варианты издания адаптированной через нашу электронную библиотечную систему, то есть в каком-то смысле это решение задач дистрибуции литературы. Вот это самые основные вещи, если говорить чисто про техническую сторону, у нас конечно есть достаточно много задач связанных с тем, чтобы производить апробацию полученных технических решений в каком-то фактическом в смысле что живом образовательном процессе ну и может быть в каких-то других организациях. Поэтому некоторые из наших коллег подключаются к нашей работе как в каком-то смысле не в статусе конкретно заказчика или потребителя, а как партнеры с целью проведения апробации, оценки и так далее. Потому что мы конечно много собираем материалы, проводим большие работы, но конечно нам очень важно получить фактическую оценку, что да, вот эта книга была создана, она прошла полный цикл, она дошла до ребенка и ребенок с ней точно смог работать и точно получил какой-то образовательный эффект. В принципе у нас есть опыт уже выполнения подобных работ, в частности мы применяли формат Дейзи и в московской школе интернат для незрячих детей первое, первый московский интернат столкнулись там конечно с самыми интересными явлениями, получили самые неожиданные так сказать оценки со стороны детей. У нас есть опыт адаптации образовательной литературы, но он интересный, нам конечно хотелось бы его развивать. Именно с целью накопления опыта для того, чтобы можно было бы построить какое-то партнерское сообщество, которое могло бы давать оценку и отзывы, мы и создали нашу группу в Телеграм Глаголица, в которой всех приглашаем присоединиться, вы можете высказывать свои пожелания, мнения и задавать вопросы, мы будем стараться отвечать. Я, конечно, очень хотел бы всех скромно и вежливо попросить проявлять терпение. Работа трудная, тут я даже не буду сильно пытаться пояснить, я думаю, что совершенно очевидно, что здесь очень много вопросов и проблем и с комплексными нарушениями, и с характером литературы и прочее, и даже с техническими какими-то вопросами, поэтому мы работаем. В принципе, на текущий момент, конечно, есть достаточный уже результат, который можно пытаться применять, не будем утверждать, что мы решили 100% всех проблем. Работа продолжается и какие-то дополнительные результаты еще у нас обязательно появятся впереди. Такая вот вводная часть именно по технической стороне нашей работы. Координацию работы проводит моя коллега Елена Теплых и сейчас она скажет несколько слов о себе, как она видит нашу работу, что считает важно и так далее. Лена, будь добра, пожалуйста, присоединяйся к нашей беседе. Иду, иду. Добрый вечер наши слушатели. Очень рада, что вы к нам сегодня пришли. Михаил уже много рассказал, как ведется работа в технической части нашего проекта. Вообще начинали мы с адаптации Дейзи-книги еще очень давно, когда работали с первым интернатом. У них тогда не было литературы вообще в плане учебников. Занимались они с преподавателем чисто на слух. И вот мы тогда заказали первую книгу еще начитанную диктором. Адаптировали ее вручную. Это был кропотливый долгий процесс. Самая большая проблема была в том, что не то, чтобы донести материал до детей, надо было сначала еще донести их для преподавателей. То есть материал они получили, работать не совсем умели. Детям может быть все и понравилось, но вот преподаватели работали по старинке. Поэтому весь наш проект в общем настроен на то, чтобы как-то помочь адаптировать материал и литературу. И еще хотела бы сказать, Михаила рассказывала про аудиокниги. Есть еще проект «Тишине». Это образовательная платформа онлайн на русском жестовом языке. Там полностью адаптированный материал школьных курсов. Алгебра, русский язык, геометрия, информатика. Все это представлено в видеозаписи максимально качественной. Также они работают по заказу собственных курсов. можно обращаться, заказывать, рассказать, что нравится. Ну и также ребенок может попробовать этот проект бесплатно. «Тишина». И еще хотел бы очень вас попросить в Телеграм-канал написать предложение, на какие темы вы хотите поговорить в дальнейшем, что вас интересует, есть ли какие-то вопросы, которые непонятны. Мы постараемся подобрать дальнейший материал, соответствующий вашим пожеланиям. Спасибо, Лена. Спасибо, Лена. Татьяна, возвращаем вам слово. Татьяна, наверное, у нас пока. Спасибо большое, Михаил. Большое спасибо Елена. У Елены сегодня, коллеги, был дебют не только на нашей платформе, но и в формате вебинаров, поэтому немножко, может быть, волновалась, поэтому коллеги огонечками давайте поддержим Елену, чтобы и в дальнейшем все было хорошо и замечательно. Ребята делают на самом деле очень большое важное дело. Это очень тяжело, это очень трудно, это невероятный просто объем работы, который они на своих плечах поднимают, несут и развивают, поэтому большое спасибо, что нашли время, возможности сегодня прийти к нам, познакомиться с нашими слушателями, выступить, сказать несколько слов о проекте, и коллеги, я напоминаю вам, что у нас намечается целый цикл вебинаров, обучающих мероприятий, возможно, там будут обучающие курсы, возможно, там будут мастер-классы, но вебинары будут точно, поэтому вот то, о чем коллеги сказали, напишите, пожалуйста, чуть повыше, я вам в чате разместила ссылку на телеграм-канал, это очень важно для них, чтобы выстроить свою работу с учетом ваших пожеланий, тех потребностей, тех задач, которые стоят перед вами, чтобы всем вместе нам их разрешить и решить, и действительно, работа в этом направлении развивалась и приносила хорошие плоды, и для разработчиков всегда очень важно видеть, что результаты и плоды твоих усилий, они пользуются спросом, они важны, они приносят людям пользу, и для вас, конечно же, это очень важно, поэтому, коллеги, вот эту ссылочку берите в телеграм-канал, присоединяйтесь, это телеграм-канал именно проекта Глаголицы, вот туда можно писать все вопросы, все пожелания, в том числе и к будущим темам, то есть, о чем хотелось бы поговорить, что хотелось бы еще услышать, о чем, и мы, конечно же, это все учтем при планировании наших дальнейших встреч, вебинаров и, возможно, каких-то обучающих мероприятий. Ну и, коллеги, все контакты, которые представлены на слайде, вы можете скачать презентации, все эти контакты доступны, и вы сможете по-любому из них обратиться уже непосредственно либо к Елене, либо к Михаилу и оставить свои пожелания. Ну и, напоминаю, коллеги, конечно же, профильные блоки, раздел сервисы, в левом меню раздел инклюзивное образование, это та литература, которая тоже поможет вам в освоении этой темы, поможет таким методическим блоком, оснащением для того, чтобы работать с людьми с ОВЗ, причем, я еще раз напоминаю, литература абсолютно разновозрастная, от младших групп, дошкольных образовательных организаций, до работы со взрослыми людьми с проблемами по здоровью, причем самые разнообразные, поэтому пользуйтесь, пожалуйста, теми ресурсами, о которых мы сегодня вам постарались рассказать, пробуйте и оставляйте свои комментарии в группе Телеграм. Всем большое спасибо за сегодняшнее участие, поздравляю наших Михаила и Елену, наших коллег, с таким дебютом на нашей платформе сегодня и желаю всего самого хорошего, развития проекта и пусть все складывается удачно. Надеемся, что на скорую встречу снова в рамках наших вебинаров нашего проекта Директ Академия. Елена, Михаил, большое спасибо. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, всем, кто поддержал наших дебютантов. добрым словом, лайком и огоньком. Ждем вас на наших следующих встречах. Ребята Майя действительно, ребята молодцы и они действительно делают очень огромную работу, несут на своих плечах. Елена и Михаил, мы тогда с вами прощаемся, отпускаем вас до следующего вебинара, который, надеюсь, скоро будет. Я тогда возвращаюсь в роль модератора. И, коллеги, последнее, что нам осталось на сегодняшний день, это, конечно же, ссылка на страницу выдачи сертификатов, которую я вам и размещаю в чат. Прочитайте, пожалуйста, внимательно информацию. сертификаты об участии в этом вебинаре будут готовы через некоторое время, после того, как мы закроем вебинарную комнату. Ссылку на страницу, где можно будет найти свой сертификат, ввести свои данные, найти свой вебинар, оплатить сертификат и скачать его самостоятельно, я вам в чат разместила. Если не получается ее скачать, не волнуйтесь. Как только сертификат будет готов, вам на почту придет письмо уведомления, из письма тоже можно будет перейти на страницу выдачи. И большая просьба, только коллеги напоминаю, на странице выдачи всего одно поле для ввода своих данных, вводите лучше не фамилию, имя, а адрес электронной почты, который вы указывали при регистрации, чтобы не происходило путаница, если вдруг найдется в базе ваш полный тезка. По почте индивидуализация происходит со стопроцентной вероятностью. И поэтому коллеги, еще раз напоминаю, по одному адресу электронной почты, пожалуйста, не регистрируйтесь на вебинары несколько участников или по очереди. Коллеги от одной организации по одному адресу по очереди ходят на вебинары. Лучше этого не делать, чтобы путаница у нас не происходило. Один участник, один уникальный адрес электронной почты. Ну вот, коллеги, вроде бы и все на сегодняшний день. Я очень рада, что у нас сегодняшнее мероприятие состоялось, что пришли такие замечательные люди. Вот у нас такой небольшой спонтанный экспромт-сюрприз получился под завершение учебного года. И еще раз огромное спасибо нашим спикерам и всем слушателям, кто сегодня был с нами. Ну и коллеги, напоминаю, у нас следующий вебинар уже завтра. Завтра в 12 часов будет интереснейшая встреча с автором издательства Директ Медиа. Очень интересный человек. Приходите, послушайте. И в 13.20 будет мастер-класс по аналитику чтения. Тоже приходите, мы вас с удовольствием будем ждать, надеяться и верить, что все у нас с вами будет хорошо. Ну вот, коллеги, на этой счастливой ноте мы сегодняшнюю встречу завершаем. Еще раз большое спасибо всем, кто был сегодня с нами. Всем счастливо, всем удачи и до новых вебинаров.